Страх — это хороший способ разбудить. Проблема заключается в том, что 90% людей сейчас в мире не ващи, не кшатрии, не брахманы, не шудры, а просто никто. Потому что люди даже не знают, чем им заняться, у них нет никаких наклонностей. Нет интереса в жизни. Они просто делают то, что даст им возможность выжить. Просто выжить. И работают там, где придётся. Причина — это отсутствие гуны благости. Только в благости вот эти центры разума начинают работать. Для того, чтобы центры разума работали, нужно, чтобы был разум. У человека в невежести разум спит. У человека в страсти разум работает периодически. То вспыхивает, то гаснет. У человека в благости разум активен. Когда человек в благости, постепенно просветляется, понимание своей природы приходит. Понятно? Поэтому цель человека — это стремиться к благости. Пока нет благости, нет знания о своей природе. Всё это бесполезно. Да? Своя природа — это значит много жизней проблем? Да, да, да. Много жизней проблем был человек учёный по природе, или правителем, или торговцем. Эти центры разума не меняют свою активность со временем. У одного человека в течение жизни не может это поменяться. Просто они или скрыты от глаз, центры разума, или явно, проявлены как-то. Вот это «микс» и означает скрытость. Потому что смотрите, что происходит. Когда... Сейчас я вам объясню, как этот «микс» происходит. Смотрите, когда человек не развит духовно, то у него сильный светофор, самый глубокий, и средний, они работают на одинаковую силу. И у человека поэтому начинают проявляться одновременно и качества правителя, и торговца, и учёного. Ну, не торговца, а качество правителя и учёного. Или качество торговца, или просто рабочего. Ну, то есть они, они, эти качества становятся смешанными. Как это в жизни проявляется? Допустим, человек занимается торговлей, а ему хочется управлять. Но управлять он не может, потому что у него качества характера не хватает. Его никто не слушается. Чтобы управлять, нужно иметь авторитет в обществе. А его никто не слушается, никто не хочет ему подчиняться. У него нет силы подчинять людей, хотя к этому есть склонность. К такому способу жизни. Или человек, допустим, просто работает на работе, на какой-то, а ему хочется торговать. Но у него нет возможности, нет образования, нет способности заключать сделки там и так далее. Понимаете? И это наша жизнь с вами. Приведу пример. И этот пример указывает на то, что человек, в принципе, знал свою природу. Но он в силу судьбы все равно занялся чем-то другим. Это мне рассказал свою историю жизни один человек из Краснодара. Он вез меня в аэропорт и рассказал, что он, у него, он армянин по нации, и у него, он был преподавателем в школе до вот разрухи с СССР. Он был преподавателем в школе, ему нравилась его специальность, он учил детей, у него все в жизни было нормально. Когда произошла разруха, то у преподавателей денег стало очень мало, выжить стало практически невозможно на эту зарплату у преподавателей. В результате он пошел в торговлю, начал торговать шубами. И у него был маленький цепь к производству шуб небольшой. И он так жил много лет, но все время мечтал быть преподавателем. И он как поставил себе цель жизни так. Он сказал, что я буду счастливым, когда я смогу найти управляющего, который будет производить эти все шубы, давать мне какой-то процент, а я пойду преподавать. Видите, как человеку хочется делать то, что по природе. Но это все равно, то, что я сейчас вам объяснил, это всего лишь частичное понимание вещей. Вы уже поняли, что сначала надо стать благостным человеком, и тогда ты как женщина реализуешься, и как по специальности своей, да? Самое главное — стремиться к благости. И поэтому, надо также знать, в чем заключается главное предназначение человека, которое рождает все. Точно так же, как Веда объясняет, точно так же, как дерево надо поливать не листики, не веточки, а корень дерева. Когда корень дерева поливаешь, тогда дерево расцветает. Точно так же, чтобы сохранить семью, нужно сердце поливать. Не отношения, бла-бла там, друг с другом, а сердце. Нужно в сердце возродить отношения. Корень отношений в семье — это в сердце. Когда ты с сердцем прощаешь человека, любишь, тогда отношения возрождаются в семье. Точно так же, для того, чтобы понять свое предназначение, нужно понять, что высшей целью твоей жизни является любовь к Богу. Корень жизни человека является Богом. Не директор завода, не женщина-мужчина, а Бог является нашим целью. Потому что он является источником энергии любви и знания. Двух энергий, которые дают возможность быть счастливыми. Энергия любви, он источник энергии любви и энергии знания. Господь. Люди, способные с Богом установить два типа отношений. Или они устанавливают с Ним отношения через совесть, что является проще и быстрее. Или они устанавливают с Ним отношения через непосредственно, к Нему обращаются. Но всегда начало отношений с Богом — это совесть. Бог живет в сердце каждого, как свет душа, как голос совести. И пока человек не начнет нравственную жизнь, жизнь по совести, он не сможет к Богу приблизиться. Некоторые люди думают, что они ради Бога бросают семью, бросают свои обязанности и идут к Богу. Типа вот это и есть правильный путь. Но если ты бессовестно поступил, как Бог, который сначала ты должен сердце, которого постичь, примет тебе, это невозможно. Я вам расскажу такой пример. Одна девушка, она очень религиозный, верующий человек. И у нее мать заболела тяжелым заболеванием. И просила помощи, помоги мне, пожалуйста, останься со мной, мне нужна твоя помощь. Никого не было, кроме дочери. Ну, дочь поехала в святое место в это время. А мать плакала, плакала, страдала. И соседка начала ей помогать. Бог дал ей помощь. А потом мать в состоянии вот глубокого такого аффекта перед смертью переписала квартиру на соседку. Причем та ее даже не просила. Ну, понятно, что никто не будет отказываться от того, что уже есть. Так? Откажетесь от трехкомнатной квартиры хорошей, если вам ее подарили? А? Если это подарок от души. От души. Откажетесь? Нет. И когда приехала дочка из святого места, оказалось, что ей негде жить. Потому что квартира уже принадлежала соседке. И это называется наказание Бога. Ни один из знакомых ее верующих человек, никто не был рад ее поступку. Все просто были в шоке от ее поступки. Это значит, Бог также через близких осудил. И она решила и решилась так же друзей. Все были с неприязнью относились к этому человеку. Потому что она сделала не так, как хочет Бог. Поэтому, если человек хочет приблизиться к Богу, первое, что он должен начать делать, это жить по совести. Нравственная жизнь, честная жизнь, означает жизнь, которая приближает к Богу. Как святая душа, Бог человеку дает знания, дает также забвение, дает счастье, ощущение счастья, дает удачу, дает человеку защиту, здоровье и так далее. Потому что святая душа всем этим управляет. Поэтому самое первое, что человек должен в своей жизни сделать, он с совестью должен установить отношения. Для этого люди читают священные писания и выбирают наставника. Потому что мы сами не знаем, что такое совесть. У нас нет, некоторые говорят, я совестливый человек. Мы все бессовестны. Как определить, что человек совестный? Если он спрашивает совета у наставника, это значит, что он совестливый. Если он руководствуется в своей жизни священными писаниями, это значит, что он совестливый. Другого способа быть совестливым нет. Некоторые говорят, я из сердца понял, как мне поступать. Или у меня духовный учитель, мне во сне дает наставление. Знаете, во сне может и дьявол давать наставление в облике духовного учителя. Как ты можешь это разлучить? Часто люди думают, что необязательно иметь живого наставника, достаточно, что в сердце тебе что-то подсказывает. Но знаете, что в сердце сидит две силы. Первое — Господь, а второе — злой дух. Или грех сидит в сердце. И грех тоже может подсказывать, что ты сделал. И это называют внутренний голос еще. Одного ковбоя подбали индейцы. И он сказал внутреннему голосу, ну теперь конец. Внутренний голос сказал ему, нет, еще не конец. А что нужно делать? Позови вон того, у кого перья самые длинные. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Так что внутренний голос бывает разный. Может не к тому позвать. Часто девушки, они, руководствуясь внутренним голосом, выбирают себе жениха. Но так как притяжение к человеку само по себе означает просто всего лишь на карму указывать. Вот это наша влюбленность, с которой мы так сильно верили сейчас. Это всего лишь карма. Одинаковая карма. Это не значит, что ты счастье будешь испытывать. Это значит, что сильные эмоции ты с этим человеком будешь испытывать. Как положительные, так и отрицательные. И об этом поется песня. Говорила мама мне про любовь обманную, Но напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Ах, мамочка, на саночках каталась я везде. Постричалась с горюшкой, на свое я горюшко. Ах, мамочка, зачем? Поэтому в древней культуре сама по себе симпатия, она ничего не значила. Люди хорошо понимали, что симпатия имеет иллюзорную природу. Или хорошую. В этом надо разобраться. Есть два вида симпатии. Внимательно слушайте меня. Есть два вида симпатии. Один вид симпатии вызывает сильное наслаждение и желание секса с этим человеком. Это значит, что эта симпатия возникает на низших центрах. И она приведет к тяжелой судьбе. Второй вид симпатии, это когда возникает симпатия взглядом человека, его поступков. И когда возникает симпатия взглядом и поступком, то люди знакомятся медленно. Они дружат сначала какое-то время, потом пытаются создать семью. И сначала в их отношениях идет притирка, яд, а потом никто. Они живут хорошей жизнью, честной вместе. Люди, которые возникают отношения на основе нижних центров, то их симпатия вызывает всего лишь наслаждение. И поэтому сначала в этих отношениях возникает нектар. То есть они палдеют вместе, у них медовый месяц. А потом, что? Потом суп с котом. Потом начинается веселая жизнь. Бразильский телесериал. Как вы думаете, у кого отношения возникают на основе вот такой более высокой симпатии, а у кого нет? От чего это зависит? От гурт. Да, от развитости человека. Потому что неразвитые люди, женщины неразвитые, где встречаются? Где ищут себе любимого? На дискотеках, клубах. Я полагаю, так же и в Германии, возможно, и в бане найти себе любимое. Люди парятся в перемешку. Это страшно вообще. Я узнал об этом, был в шоке. Я не знакомый, посиделся в Германии, решил в баню сходить, пришел, разделся, а там зашел в эту фарну, а там женщины сидят. И был в шоке. В их животном. А? Они не только в парку сходят, они ведь дети. Ну понятно. А? Они в бассейне. И здесь, да? Да. Дети смотрят, все раздетые, да? На пляжках. А? На пляжках. На пляжках где-то. Не совсем, в обществе. Да, взимание, в том числе, где же все, кто взрослые. В вагонах. Да. В голубь, как-то. Да. 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 Вы знаете, сейчас, сейчас интересные вещи происходят. Обезьянам начали надевать шорты. Чтоб не было половых органов видно, да, и собачкам. А люди, наоборот, раздеваются. Нет, странно мне все это как-то смотреть. Веда, говорится, что если человек при жизни разделся, начал ходить голым, то это значит, что он точно согласен с животной формой жизни. Ну, то есть он себе поставил печать. Потому что победа над телесной концепцией жизни означает одежда. Человек должен учиться отказываться от телесной платформы. Он не должен сильно приковываться к телу. А эти люди, наоборот, считают, что они ближе к Богу, если они раздерутся. Они говорят, что это свобода. Это свобода, да. Это видность природы. В природе, да. Ну, вот они и будут жить на природе потом. Они прямо в природу и попадут. Естественность, да. А в отходе, которые, а в отходе, ну, которые, знаете, а в отходе, да, бывают какие, а в отходе. Кстати, это асоциальные люди, это не приветствуются ведами. А нагобабы. Да, это не приветствуются ведами. Это асоциальные люди, асоциальные. Но я видел этих нагобабов. Я видел их. Я смотрел на них, смотрел в их глаза. У них нет и тени вожделения. Просто люди. И когда женщина смотрит на такого мужчину, ей не интересно. Потому что интерес возникает, когда идет взаимодействие с психическими центрами. А я вам приведу пример. Это описано в Шимар Парвате, в Медическом Писании. Был такой великий святой, который Шимар Парват им рассказал. Его зовут Шукадева Гасвана. И у него был отец Бесадеву, отец был женатым. И был такой эпизод, что сын в состоянии духовного транса, совершенно раздетый юноша в возрасте 16 лет, красивейший, очень красивый юноша, божественное это сложение был. Он шел по берегу реки, и в речке купались девушки. В те времена девушки раздевались, когда купались, туда не разрешалось никому ходить. Он не знал, он шел просто мимо. И девушки, когда его увидели, они даже на него не обратили внимания. Просто не среагировали вообще никак на него. Но когда шел его отец за ним, он его искал, его отец шел за ним, то девушки сразу прикрыли свои тела одеждой. Хотя отец обладал реализованным знанием духовным. Его отец поведом был ему Шимар Бхагат. Знаете почему? Потому что Шибкадевы Каснави, Касвэм, был абсолютно невинным. Он никогда не испытывал вожделения свышества. Он был как ребенок. Женщины не реагировали на него. С точки зрения мужчины, он был абсолютно невидим, как мужчина. Это представьте, возьмите маленького ребенка, увеличьте его в 20 раз. И измените пропорции тела. Это было лучше, когда его писали. То есть у него не было вожделения свышества. К его телу женщинам не было интереса. Такие люди могут ходить голыми. И ничего от этого не изменится ни у кого. В обществе. А дети на природе можно их расхливать? С одной, например, моего сына любят гулять? Сколько ему лет, Ваши? Будет три. До пяти лет еще у них нет этого понимания. В пять лет где-то половое различие у людей начинает проявляться. Лучше уже немножко больше. Ну где-то, да, с четырех лет надо запрещать сыну спать с матерью вместе. Четырех с пяти лет где-то. Пять лет максимум. Так что уже половые различия начинаются, и это уже нехорошо. Спать с матерью и раздетым ходить. Запрещать. До трех лет? Нормально. А дочке? Дочке так же. С мамой можно дочке спать. Нормально. Итак, высшей целью человеческой жизни является любовь к Богу. Самое первое, что человек должен сделать, это возвыситься до благости. А если он возвысился до благости, он должен возвыситься до чистой благости. Или духовной благости. Он о благости так же корыстно по природе. Благостный человек думает о своем благе. И он знает, в чем его благо. Его благо в том, чтобы жить для других. Его эгоизм становится чистым. Но все равно подвержен влиянию материи. Но когда человек абсолютно постиг себя как душа, он находится в состоянии глубокого понимания себя как души, то он достигает шутха сатвы или чистой благости. Такой человек уже находится вне законов этого мира, и на него не действует карма. Даже на людей в благости действует карма. Какая карма на них действует? Хорошая. Смотрите, у человека есть плохая карма и хорошая. У благостного человека может быть плохой кармы много? Может быть. Но так как у него есть наставник и есть знания, поэтому с помощью аскезы и внутренней силы он что делает? Меньше обращает внимание на плохое и больше на хорошее. Он находится в сознании пчелы. Так как он контактирует с хорошим, поэтому он и не находится под влиянием плохого. Как человек попадает под влиянием плохого? С помощью внимания. Если человек начинает замечать недостатки, то он начинает взаимодействовать с недостатки, реагировать на них, и сам становится таким же. С кем поведешься, того и наберешься. Когда человек прощает недостатки другим, пытается увидеть хорошее, тогда он, видя хорошее, становится хорошим. Когда человек становится хорошим, то у него карма плохая, она сгорает в результате знаний. Сгорает. А когда человек не реагирует на хорошее, на плохое, тогда она активизируется и начинает разбухать. Плохая карма. Когда человек начинает страдать, тогда она сгорает. У страстного человека бывают полосы в жизни. Хорошая полоса и плохая. Когда плохая полоса идет, у него плохая карма сгорает. Ему тяжело жить, но у него плохая карма сгорает. Когда хорошая полоса идет у страстного человека, у него плохая карма увеличивается. Но у благостного человека эти полосы сглаживаются. Когда у него идет плохая полоса, то это значит, что он больше молится. Когда идет хорошая полоса, он больше что-то делает активное, практичное в жизни. Благостный человек. Поэтому он всегда счастлив более-менее. И плохие периоды в жизни для него — это лучшие периоды, потому что он извлекает из них уроки. Итак, высшей целью жизни является достижение Бога. Сначала человек достигает садвы, благости. Потом он достигает свободы от гун материальной природы. Дальше он достигает освобождения от материальных страданий. Дальше он постигает свою духовную природу, чувствует себя душой, вечной душой. Дальше он достигает способности находиться всегда в настроении служения Богу. Дальше он осознаёт Бога, получает дальше, видит Бога. Это уже духовный транс, человек в трансе духовном жизни. Половой оргазм — это в миллиарды раз слабее счастья, если человек испытывает, чем от духовного транса. Даже невозможно сравнить. Люди все в этом мире стремятся к половому счастью, счастью половых отношений. Это счастье, оно даже тенью не является духовного транса. Понятно? И самая высшая ступень человеческой жизни — это достижение вечных взаимоотношений с Богом. Этого можно достигнуть прямо в этом теле. Оно одухатворяется. Точно так же, как ведок сравнивается, точно так же, как железо, когда его в огонь положить, оно докаляется до красна. И это железо, качество железа имеет или нет? Железо охлаждает само по себе. Оно холодное. Рядом с ним холодно. Но если ты дотронешься до железа, которое находится под влиянием огня, раскалено до красна, то ты обожжешься. Точно так же и тело человека, если оно находится под влиянием духовной силы, то оно перестает быть таким же, как материальное тело. Оно имеет качество души. И поэтому люди кланятся духовно развитому человеку, желая дотронуться до его стола. И хотят есть остатки от его пищи. Остатки пищи человека несут грехи человека в себе. Потому что когда человек ест, он всегда наслаждается. Когда человек наслаждается, все грехи сразу же переходят туда, где идет наслаждение. Так люди сексом занимаются, то все грехи, они обмениваются грехами. Потому что они наслаждаются друг друга. Женщина приобретает мужские качества плохие, мужчина женские. Но когда человек кушает остатки пищи святого человека, так как святой человек кушает для Бога, он не наслаждается пищей. Поэтому и человек, который кушает такую освященную пищу, очищается от грехов. Все наоборот. Почему же она доедает за мужа в величной традиции? Потому что муж забирает грехи у жены. Муж имеет способность побеждать судьбу. Он все время побеждает. А женщина хочет жить в гармонии. Женщина побеждает с помощью милости. Она получает милость, когда находится в гармонии. А мужчина побеждает с помощью работы над собой. Для женщины работа над собой означает жить в гармонии с этим миром. Прощать, просить прощения, любить, служить. Для женщины это работа над собой, достижение гармонии. А для мужчины работа над собой означает аскеза. Отказ от предных привычек, рано вставать, молиться под длительным душем, там стоять и так далее. Когда женщина заедает за мужем, то она отдает ему свои грехи. И дальше мужчина отрабатывает ее грехи. С помощью аскеза. Женщина дает мужчине любовь. А мужчина, женщине дает чистоту и знания. Возвышенность дает мужчина женщине. Но если мужчина не возвышенный, а деградированный, то тогда женщина должна, так как у нее сердце ближе к Богу, она должна вдохновлять его на духовную жизнь. И в это время лучше ей не доедать за ней. Понятно? А за детьми? Дети чистые по природе. Заедая за детьми, она станутся ближе к детям. Когда кто-то доедает за кем-то, он становится ближе. Матери хорошо быть ближе к детям. Она же из любви доедает, правильно? Чтобы не пропало. Чтобы не пропало. Да собачкой будете доедать, чтобы не пропало. Почему? Тоже практично очень. Почему за собачкой не доедали? Собачка может и не доест она. Бывают такие собачки закормленные, что раз поела и все. Дальше уже сами ешьте. А если, например, я все съедаю, как же надо безо мной передать? Никак. Если вы все съедаете, как и надо будет. У нас тоже такой был случай. Один духовный учитель хорошо кушал и все съедал все. Ученки хотели остатки пищи и попробовали. И они ему столько приготовили, что было явно видно, что здесь не на одного человека. предстоит составить им тоже. Это уже кто как и сможет изловчиться. Да? То есть, соответственно, мужчине тоже не задоедают за женщину? Вот это точно не надо делать. Это точно не надо делать. А если на одного человека? Потому что женщина по природе расслаблена. Женщина, когда заедает за мужчиной, она приобретает силу ответственности, спокойствия мужчины. Женщина от мужчины, который верит в своем мужа, она приобретает хорошие качества от мужчины. Если мужчина прогрессивный называется. А мужчина, он наслаждается женой. И когда он ест за женой, он приобретает от нее плохие качества. Женщина имеет более высокий вкус любви, чем мужчина Даже нижний центр женский находится выше мужских половых Нижний половой центр женщины находится в области паха и отвечает за тонкий секс А нижний половой центр мужчины находится как самый нижний центр психический, который отвечает за эгоизм и грубый секс Высший центр любви женщины находится в области сердца Им управляет планета Луна А высший мужской центр любви находится в области солнечного сплетения Им управляет Солнце Поэтому путь к сердцу мужчины сбежит через желудок А мужчине за детьми можно деть? Зачем? Чтобы стать ребенком? Женщина не задает Аналогия с женщиной Вообще-то в ведической культуре сначала есть отец первый Потом мать Потом дети Потом жучка Которая за всеми доедает Если уж вопрос о доедании стоит То надо, чтобы собачки доедают А если собачки не доели, то надо птичкам отдавать Они еще менее развитые Должна кормушка стоять А если птички не доели, то надо выбрасывать на землю, червячки доедят Еще менее развитые Да? У меня такой вопрос, который я очень научила Как из детей делать сегетариантов? Дети воплощают вашу карму Дети воплощают карму вашу Если дети хотят мяса Это значит, что ваша карма Наши родственники, это как шлейф нашей судьбы тянется за нами Если дети хотят мяса Это значит, что вы не отработали полностью свою карму, связанную с мясом У вас знания, связанные с вегетарианством, не такое развитые У вас нет глубины в этом знании И поэтому дети не чувствуют от вас защиты в этом Хотят мяса Только один ребенок готов, а вторая нет Никак Ну значит, одна часть кармы у вас готова А когда бабушка заставляет ребенка кушать мясо? Да тоже ваша карма бабушка Что делать с бабушкой? Вы же знаете, что делать с бабушкой? Об этом, об этом написал этот... Достоевский Достоевский Ничего не надо делать с бабушкой, пусть живет Она является вашей судьбой Терпите Вы нас заслужили такой жизни Вы столько лет ели мясо Теперь хотите за секунду, чтобы от него избавиться Сначала человек ест мясо, потому что ему нравится А потом он ест мясо, потому что он наказан А если он не ест мясо, значит едят мясо его родственники, потому что он наказан Сначала человек пьет, потому что ему нравится А потом он пьет, потому что не может бросить пить Потом, когда он бросил, пьет его ребенок или жена, или друзья И он страдает от этого Это означает, что не все коту масленица Ну то есть, любишь кататься, любишь саночки возить Надо пострадать еще, прежде чем стать вегетарианцем, надо еще пострадать Немножко Вот у меня никто не заставляет есть мясо Всех моих друзей в окружении Никто не заставляет есть мясо Потому что я достаточно уже поработал, потрудился в этом направлении в своей жизни И у меня нет таких проблем Более того, когда я нахожусь в компании людей, которые пьют кофе, чай, едят мясо И я этого не делаю У них не возникает чувства, что я предатель А раньше возникало Это тоже признак очищения сознания Я заметил в какой-то момент, что люди рядом со мной не призывают меня к этому У них нет силы это делать Они не способны меня в этом обвинить Поэтому во всем обещайте себя Причиной своей жизни считайте себя А не бабушка А то придется как у Достоевского поступать Если бабушка виновата во всем То единственный способ, что с ней сделать Она бабушка уже не может поменяться Вот она какая есть, такая есть В таком возрасте грехи настолько сильно давят на человека Что он уже не может изменить себя к лучшему Или может, но с большим трудом очень В пожилом возрасте тяжело меняться Знаете У меня тоже в жизни всегда кажется, что несправедливость будет средней Не всегда, но так часто бывает Кажется просто, кажется, как иллюзия на рождение Это человек стоит только на духовный путь У него есть какие-то непреодолимые препятствия Ему кажутся, что дети выросли месоедами Там, атеистами Но ему кажется, что нет выхода вообще Нет выхода И выхода нет на самом деле Потому что на самом деле вы должны понять Такой принцип, что Всегда выход дает Господь как милость Это происходит неожиданно всегда Какая избыта переворачивается, растая снизу Так и люди меняются неожиданно Судьба меняется неожиданно И это все происходит по милости Бога В одну секунду Без всякой логики Просто потому, что человек трудился над своей судьбой Он получает награду Сначала капкан Человек в невежестве Он вообще в тюрьме и судьбе живет Люди невежественные даже не могут бросить общество Тех людей, с которыми они живут Потому что их пристрелят сразу Бьют, они повязаны Люди в страсти повязаны Правилами жизни страстного общества Они повязаны ипотекой, работой, законами Они не могут вырваться Они как птицы в клетке сидят Люди в благости освобождаются от этих правил всех Для них деньги не имеют такого большого значения уже Они могут жить не на такие большие деньги Они теряют чувство престижа Люди в благости Им престиж не такой важен Если они могут легко зарабатывать деньги И не зарабатывают Если они не могут легко зарабатывать И не зарабатывают меньше Потому что у них другие ценности интересны Чем отличаются материальная и духовная благости? Когда человек находится в духовной благости То он испытывает полную отрешенность от этого мира И чувствует себя душой И у него теряется страх смерти Пропадает интерес вообще к материальной жизни К этому миру А человек, который находится в материальной благости Он пытается правильно жить в этом мире По законам духовным Поймите такую вещь Что переход из невежества в страсть Происходит по милости Переход из страсти в благости Из страсти в благость помилости происходит Из благости в чистую благость помилость Не то, что я сейчас сделал шаг И я уже в благости Поймите, что страде из страсти Это наказание С одной стороны, это выбор сначала А потом это наказание уже, а не выбор. Но когда человек уживёт в благости, это значит, что наказания уже нет, он прощёл. И это реально чувствуется как облегчение. Человеку наступает облегчение. Часто перед облегчением происходит хирургическая операция. Господь делает операцию на сердце. Насправляет от всех привязанностей. Или от тех, которые не нужны. Продолжение следует...